Всем привет, мои хорошие! С вами Селия Насвей. Сегодня у нас будет видео, которое у нас... Это, знаете, как ирония судьбы или с легким паром, да? Фильм называется. Каждый год перед Новым годом идёт. И время Нового года, и весь январь, наверное. Также и у нас перед Новым годом, 30-31 числа, я публикую видео «Итоги года и строй планы на будущее». Это как такая моя карта желаний, к которой я возвращаюсь и подвожу итоги. Мне самой интересно, что сбылось из того, что я загадывала на прошлый год. Чтобы делать это видео, я вернулась на год назад, посмотрела свое прошлое видео, выписала моменты, которые я желала себе на 2021 год, и хочу подвести итоги и снова поставить новые планы. Сегодня я, как видите, такая ненакрашенная. Благо, что вообще волосы свои привела в порядок. Новая пижамка у меня, как видите. У нас год тигра, вот, пожалуйста, вам год тигра. То есть у меня тут всё по фэншую. Я ненакрашенная, в домашней обстановке. Денечка сейчас в садик у меня не ходит, он дома, и он только уснул. Время сейчас у нас с 9 вечера, чтобы вы понимали. Я его уложила в половину девятого. И иду вам снимать видео, потому что другого времени и возможностей на это просто не будет до Нового года. Поэтому я это делаю сейчас, и давайте приступим. Итак, одно из желаний с прошлого года у меня было это сделать балкон. Я балкон не сделала. Такая музычка должна быть. На самом деле балкон я собиралась делать. И уже, точнее, не я собиралась делать, а уже собирались делать, уже всё продумали. Но непредвиденные обстоятельства сложились, которые забрали, как бы, и часть денег забрали, расходы непредвиденные. И, соответственно, в общем-то, и уже и желания нет до этого балкона вообще. То есть, и даже и не хотелось. Ну, в общем, не успели мы в тот период, а сейчас опять холода. На следующий год я уже не буду ставить балкон. Короче, балкон не суперважное. До балкона ещё много чё по мелочам я бы хотела сделать. Более важные вещи есть. Поэтому балкон не сделала и в план его не ставлю. Вторая моя задача была на 2021 год. Это новая машина. Я внимательно прослушала, мне прям так было интересно. Я хотела себе новую машину. Главным критерием она должна была быть белой. Я очень хотела машину, на которой я ещё не ездила. И я перечисляла. Я прям разговаривала с пространством, говорила, уточняла моменты. Я говорила, что я хотела BMW, Lexus, Mercedes, Audi. Infiniti не очень хотела, так как я на ней ездила. Хотя я была на грани, мне одна Infiniti там очень понравилась. Единственное, что меня смущало, это заднеприводная она была. Я говорила, можно Range Rover, представляете? Porsche Cayenne можно. И потом я сказала, ну такое уточнение было, что, ну ладно, не 100% там, типа, что белая, да? Потому что, может быть, я машину какую-то увижу и подумаю, ну какая же она белая. И это случилось в случае Range Rover, потому что Range Rover белый, он смотрится не так, как Range Rover чёрный. Range Rover сама по себе такая, знаете, как мужская, мне кажется, машина такая, брутальная, да? И вот она прям в чёрном цвете идеально. Белые цвета я даже не рассматривала Range Rover. Поэтому моё желание сбылось. Range Rover чёрный, офигенный. Я довольна, чувствую себя, в общем, так, как хотела чувствовать на хорошей машине. Поэтому здесь, тадынь, зачётик. Следующее желание моё было, это поездка за границу. Причём я говорила в видео о загранице, о которой я думала, да? И если я не поеду туда, а за границу, то я бы хотела поехать туда в Турцию. Я вам скажу, сбылось это. Поездка за границу, да? Я говорила о Белоруссии. Была эта поездка, которую я надолго запомню, девочки. На всю жизнь всегда будет, что вспомнить. Кто знает, тот знает. В общем, поездка в Белоруссию сложилась. В Белоруссию, да, там как правильно. И, в общем-то, мне после этого уже никуда не хотелось больше ехать. Так что выполнено пожелание. Блин, там надо было чётко желать. Четвёртое. План-секретик. План-секретик у меня был четвёртым. Я очень хотела, чтобы он сбылся. И он таки сбылся. Это план-секретик. Он сбылся, а потом через какое-то время снова эту мечту у меня забрали, можно так сказать. Поэтому план-секретик сбылся на время, на короткое время. Но это было превосходно. Дальше. Пятое. Это Дэнни. Дэнни в сад... А, он тогда ещё не ходил в садик. У нас же новый садик. И я его тогда забрала, кстати, с садика предыдущего, с частного. И мы ждали, когда построится новый. И на какие-то кружки хотела его водить. Но так получается, что у нас садик, и там разные кружки. То есть мы ходим в садик. И, в общем, это пожелание сбылось. Он ходит в садик, он ходит на развивашки. Там же в садике. Долгое время мы ходили в бассейн. И вот уже под Новый год, можно сказать, мы перестали ходить. Вот. Ну, в принципе, зачёт. Шестое. Открытие двух каналов, где я пою и на английском языке. Думаю, боже мой, о чём я думала? Какие два канала? Это нереально тяжело. Я открыла такие английские каналы. Действительно открыла. У меня есть много роликов. Даже на сегодняшний день много роликов, которые туда нужно залить. Они даже уже, эти ролики, не то чтобы их нужно там смонтировать, их уже не нужно монтировать. Они полностью готовы, они уже даже смонтированы. И под мой ролик подставлена английская речь так, как нужно. То есть единственное, что нужно, это их заливать и оформлять. И на это у меня нет времени. Может быть, у меня просто нет желания, потому что я там сталкиваюсь с трудностями. Это не так просто, что ты раз такой залил, быстро раз-раз. Нет, тебе нужно перевести, тебе нужно сделать название, описание, теги. Всё это на английском языке. И всё это большая концентрация. Может быть, не так много времени это забирает, но это большая концентрация, как бы, знаете, такой дискомфорт. И там я раз такая чувствую дискомфорт и думаю, потом, потом. И в итоге большой промежуток уже между видео. И я решила пока что вообще не трогать. Но там несколько видео на английском канале есть. Ну, 50% сделалось, да. На канал, где я пою, ну, это точно. Времени вообще на это нет, к сожалению. Поэтому петь я буду вот в прямых эфирах, как мы это делали. Седьмое. Я говорила о том, что хочу ходить на курсы английского и вокала. Это очень-очень важно. И я такие курсы вокала... Я ходила в 21-м году на курсы вокала. Мне кажется, я ходила на какие-то курсы. Но недолго. Ну, точно я ходила к своей девушке, вот это, которая мне очень нравилась, да. Но недолго, потому что у нас вот эта пандемия, все дела, короче, какие-то неудобства с этим начали возникать. И я чуть-чуть походила и перестала. В общем, на курсы вокала нет. А на английский я периодически ходила. То есть я сначала, у меня были индивидуальные занятия, вы помните, я занималась. Вот недавно сейчас тоже в школе английского. Так что 50% зачет. Английский я продолжаю учить. Все хорошо. Это что касается подведения итогов из того, что я желала. Но помимо этого, помимо моих желаний, я в этом году неожиданно для себя победила в номинации «Мама блогера Ростова 2021» по версии «Я покупаю». Вот такая вот у меня награда. И мне даже еще подарок, робот-пылесос подарили, который я успешно перепродала за 50% скидки, так как роботов-пылесосов у меня много. Это было неожиданно. Это было прикольно. Создали классный вечер. Реально поздравляли. Были закуски. Было шамбанское. Все было красиво. Дресс-код был в красном. Короче, мне очень понравилась. Вообще сама атмосфера. И вот эта вот статуэточка, да, можно так сказать, это самое дорогое вообще. Вот она стоит и радует мне глаз, что вы, мои зрители, проголосовали из номинатов именно за меня, чтобы я вот выиграла. Спасибо вам большое. Мне приятно вообще. Я кайфую. Вот. Я таки поступила в институт. И, кстати, я где-то это желала, но это было не в прошлом году. Даже как-то и не желала поступить в институт. А я таки поступила. Вот. В институт психологии и учусь на коуча. И в этом году я закрыла первый модуль. И я вам так скажу, у меня нет никаких долгов. Я сдала все экзамены, все домашние задания сдала, всё прослушала, практику всю сделала. И неожиданно для себя, я думала, что мне нужно будет больше времени, чтобы чувствовать себя более уверенно, как эксперт коуча. Но неожиданно для себя у меня как-то что-то внутри открылось, какое-то понимание, какое-то осознание. И уже несколько последних практик я очень уверенно шла, что же даже советы направо-налево раздавала, да, что это и как это я так делаю, да. Что же я такого интересного узнала. Но у нас ещё три модуля, то есть у нас ещё три месяца учиться. И в конце я получу диплом. Диплом у нас на государственной основе. Для того, чтобы получить такой диплом, нужно образование определённое, да, чтобы оно было не обязательно психологическое, но там вот средне-специальное или профессиональное. Вот, и на основе этого можно получить диплом, который можно легко пробить по базе, что ты, в общем-то, не самозванец. Это же неожиданно для себя, потому что я не знала, что я туда поступлю, и как-то даже в планах не было. Но всё так решилось, очень, знаете, так вот, вот так пространство решило, что я должна туда пойти вообще. И я познакомилась с невероятным количеством людей, там, с обалденными экспертами, которые работают с нами, там, в институте, да. И я столько вещей проработала, и я таки удвоила свою зарплату, чтобы вы понимали. И удвоила я свою зарплату уже в первый месяц. То есть я поработала с коучем, да, у меня выстроился список того, что я должна сделать. Я это начала делать. У меня по ходу начались проявляться инсайты. Я начала их просто внедрять, использовать. И просто вот за последнее время я почувствовала деньги, Господи, Боже мой, наконец-таки. Потому что у меня всё время расходы, 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 и я не успеваю их приход денег чувствовать. Только пришли-ушли, пришли-ушли. И вот за последнее время, когда я начала, да, вот это вот уже дело практиковать, от того, что зарплату я свою смогла удвоить, я нашла просто источники, как это делать. И это несложно. Казалось, думаю, почему я так раньше не делала, но нужно было, видимо, что-то там подкрутить. Всё довольно-таки очевидно. И у меня теперь уже, да, в новых задачах. Сейчас я вам скажу, что будет. И ещё одно такое неожиданное достижение. Буквально несколько дней назад я договорилась с партнёрами о длительном контракте. И он уже у нас должен был быть подписан. Ну, это предновогодняя вся суета, у нас всё это дело откладывается. Но уже такой у нас договор вне подписи, да, он уже у нас есть. Такой длительный контракт с одним брендом. И для меня это, конечно же, очень такое интересное достижение, потому что длительных контрактов у меня ещё не было. Вот. А тут такой длительный контракт на постоянной основе. И с очень интересными людьми, которые откликаются мне здесь внутри. Прямо жду не дождусь, когда мы приступим вот уже непосредственно к сотрудничеству. Вот. Вот такие вот достижения у меня в этом году. Год, несмотря на то, что он такой вот пандемия, все дела, он очень продуктивный, эффективный. И я сама такая над собой работаю, и в голове что-то у меня там меняется. Вот. Поэтому давайте приступим к планам. Планов я решила делать немного на 22-й год, потому что лучше сделать меньше и быть удовлетворённой, да. в конце года. Чем сделать много, и вот это вот, а там ещё какие-то не по планам будут. Короче, я хочу остановиться на самом основном. Самое основное это. Получить диплом коуча. Да, я хочу получить диплом коуча. Я хочу уверенно практиковать, то есть это вот второе, да, уверенно практиковать на платной основе. Ну, потому что это важно. Бесплатно я могу, пожалуйста, раздавать всё это. Это будет занимать моё время. Это тем самым будет ухудшаться эффективность моего Ютуба и так далее. Вот. Но для того, чтобы всё это работало эффективно в комплексе, и это было, это должно быть на платной основе. Потому что моё время, оно стоит в принципе дорого само по себе. Да, я уже не говорю о том, что в это время, да, в этот час сессии, это не просто моё время посмотреть на меня. Это работа. Работа с умом. И это очень эффективная работа, которая может менять жизни и взгляды людей. Поэтому эта работа, она должна быть как минимум платной. Также я бы хотела увеличить свой доход в три раза. То есть свой доход я увеличила в два раза. И теперь вот от этих два раза я бы хотела увеличить в три раза за год. Мне кажется, что это вполне реально. Я попытаюсь всё сделать. У меня есть обалденные эксперты, коучи. У меня есть девочки, с которыми мы работаем, практикуем. Мы просто прорабатываем каждый момент. У нас есть такая возможность, да, прорабатывать каждый момент. И я думаю, что всё. Благодаря этому всё будет. Я найду все эти секретики, все эти инсайты выплывут в моём голове. И я таки найду выход на то, чтобы утроить к концу года свой доход. Было бы круто. Так, что касается поездки на отдых. Я бы хотела поехать на отдых куда-то. Как бы понятно, что куда-то что-то мы поедем. Но в целом вот хотелось бы мне куда-то поехать. Опять же, в Турцию, в Тужу. Да, большой компанией. Вот взять ребёнка, взять маму, взять ещё кого-то, кто хотел бы поехать туда. Да, и мы раз и поехали. И вот там отдохнули недельку или две. Чтобы у нас было всё включено. Вся еда. Есть где спать. Есть где веселиться. Купаться и загорать. И ни о чём ты больше не думаешь. Вот просто отдыхаешь, кайфуешь. Две недели. Я действительно этого очень давно хочу. И я надеюсь, что следующий год, как-то, ну, в первой половине, понятно, там ещё будут какие-то сложности, но хотя бы вторая половина года, чтобы всё это закончилось уже, и была лёгкая возможность к тому, чтобы отправиться в Турцию. И, конечно, были финансы для этого. Не так, чтобы мы там брали кредиты, да, или там собирали эти деньги. А вот как-то вот оно раз так сложилось, и всё. И отправились, и отдохнули в Турцию. Потому что там Турция любит детей. У них очень всё предусмотрено в отелях для детей. Вот. И я была в Турции, мне очень понравилось. Там действительно прям отдыхаешь. Поэтому хотелось бы мне в Турцию. Хотелось бы. Каждый год хочу. И пятое, моё пожелание. Оно не совсем зависит от меня. Просто оно будет пожелание такое в пространство. Я уже начала о нём говорить, да, и вот как бы закончу. Я очень хочу, чтобы скорее всё это закончилось. Вот эти вот два года, уже два года, которые длятся. Эти масочные режимы, эти локдауны, ограничения, ограничения, эти справки, этот, ну, столько всего, QR-коды. Мне так хочется, чтобы скорее мы снова жили так, как жили. Правда. Чтобы немножко всё это подутихло как-то. И мы смогли нормально передвигаться. Нормально ходить в рестораны, в кино, в театры. Нормально встречаться, общаться. Чтобы между нами не стояли QR-коды и так далее. Чтобы мы могли легко передвигаться между странами, городами. Вот. Без всяких трудностей. Чтобы мы были все здоровы, естественно, при этом. Вот. Мне очень хочется вот этого спокойствия. Потому что на фоне этого всего я впервые почувствовала, что такое панические атаки. Это ужасно. Вот так вот нагнетать всё. Я думаю, я не одна такая, да. На уровне вот таком вот масштабном. Для того, чтобы люди страдали просто не от того, что они там заболели, простыли. А больше от страха. И вот это всё ещё больше культивировали в себе. Мне кажется, куча людей от психосоматики ещё поумирали. Вот. Поэтому я хочу, чтобы всё это кончилось. И пусть будет не так, как было. Пусть будет лучше, чем было. Вот. Так я желаю. Себе и всем, и нашей стране, и нашему миру. Вообще нам всем и каждому. И мне кажется, что это единственное, что хочется вообще пожелать нам всем вообще, не только в следующем году, но и во все последующие годы. Это здоровье и вот этого спокойствия в стране, в мире. Очень хочется. Давайте на этом, на всём сконцентрируем наше желание. Вот. Ну, а остальное всё будет. Да? Будет здоровье, будет это всё спокойствие. В голове, в теле порядок. И всё у нас с вами будет. Есть куча инструментов для того, чтобы это дело всё достигать. Желаемое. Всё, мои хорошие. Я с вами прощаюсь. Люблю, целую. Исполняйте свои желания. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok